След слона. Подкаст о Соловецком лагере и его наследии. Соловецком лагере и его наследие. Подкастировалась настоящая жизнь и, подобно любому городу, там было всё равно несколько театров, а не один. Что будет, кстати, отличать Соловецкое пространство от всех остальных лагерных пространств, где всё-таки был один театр. На Соловках было четыре. Это значит Большой Соловецкий театр, который самый главный, самый основной. Ещё был театр «Хлам», театр «Свои» и «Анзорский театрик». А «Хлам» — это какая-то аббревиатура? Да, это на самом деле, скорее всего, художники-литераторы, актёры. Музыканты. Музыканты, да. А и «Хлам» — очень распространённая аббревиатура, и, например, так назывались театральные кафе в Киеве, в Одессе. И вот, в общем-то, содружество всех этих прекрасных людей, оно организовалось зимой 24-25 года, и у «Хлама» есть учредители, отцы-оставатели. Борис Ширяев — человек очень интересной судьбы, из такой богатой дворянской семьи. Сначала выучился в МГУ на исторических лагеринском факультете, занимался педагогической деятельностью. В 1922 году его арестовывают, он приговаривается к соловкам, и на соловках он будет до 1929 года. У него удивительный талант и страсть к фиксации, поэтому его мемуары одни из самых подробных. В 1929 году ему меняют соловки на трёхгодичную ссылку в Среднюю Азию, но дело в том, что эта трёхгодичная ссылка — это как бы такое обновляющееся событие, и он почти каждые 3-5 лет оказывается в других местах. И так сложилось, что в 1944 году он оказался в Ставрополе, а Ставрополь был захвачен немцами, и он в 1944 году ушёл с немцами в Германию. И уже после войны переехал в Италию, и уже вот после его смерти его жена и сын переехали в Америку, и сын даже участвовал во Вьетнамской войне. Кроме Бориса Ширяева, среди основателей «Хлама» был поэт Борис Емельянов. У него достаточно простые, но хорошие стихи. Но вот когда я пыталась найти, что же это человек за Борис Емельянов, очень мало свидетельств. Точнее, их почти нет, кроме предположения о том, что Борис Емельянов — это как бы не существующая личность, а один из творческих псевдонимов Глубаковского, в котором мы с вами уже говорим из подкаста в подкаст, потому что достаточно такая важная личность для всего театрального лагерного мира. Но, тем не менее, реальной личностью был Михаил Егоров. До Соловков у него такая роскошная должность, торпредс Советской Республики в Париже. Из-за того, что у него было такое парижское прошлое и, в общем-то, интересная внешность, поведение, его назвали парижанином. Среди основателей и участников хлама был ещё сам Борис Глубаковский. Он актёр и драматург. Он из Камерного театра Таирова, то есть из одного из самых лучших и интересных театров Советской России. И к ним впоследствии присоединились такие люди, как Никита Красовский. Это тоже суперинтересный человек. Он работал во втором МХАТе режиссёром. Что такое второй МХАТ? Это не то же самое, что сейчас МХАТ Горького. Станиславский постоянно набирает студентов, и они все не могут влиться в этот театр, но они все его очень любят. Им всем хочется быть рядом со Станиславским, поэтому они организуют театр-студию любителей Станиславского и назначают его, в общем-то, своим руководителем, богом и отцом. И вот этот МХАТ, он будет существовать и после революции из театра-студии превратится в профессиональный театр. Но в 1938 году его закроют, так как он якобы не оправдывает название МХАТа. Конечно, он всё оправдывал. Это была просто новая политика советской власти в плане культуры, и нам важно это для понимания лагерных театров. Советская власть отказывается от всех театральных экспериментов, которые составляли славу русского театра. Поэтому так много режиссёров передовых оказывается в лагерях, или как Мирхольд вообще убитыми. И они делают курс к искажённому пониманию Станиславского. И у нас до сих пор в России большая проблема, что большинство театров, особенно провинциальных, говорят, что они играют по Станиславскому. На самом деле они играют по его какой-то просто убогой версии, которая не имеет никакого отношения к Станиславскому. И, например, гораздо больше Станиславского в варианте Михаила Чехова сохраняется в американском театре. Это вот ещё один парадокс российской истории, о котором мы, в общем-то, и говорим уже во второй подкаст подряд. Но Красовский, кроме того, что он был режиссером того самого МХАТа, у него очень интересный повод для ареста. Точнее, очень интересное сфабрикованное дело. Он, значит, был арестован в марке 1925 года по делу фокстратистов. Его приговорен к трём годам. А что это за дело? Это дело сфабрикованное, которое объединило молодых людей. Они увлекались заграничными танцами, театром, журналами и кино. В общем, это какие-то прообразы, видимо, из стиляков в 30-е годы. Но вот Никита Красовский оказался по этому поводу арестован и тоже присоединился делать богемный театр на Соловках. А они решили свой театр организовать? Им как-то не нашлось места в Большом Соловецком? Или у них были какие-то амбиции свои? Нет, на самом деле, если помнить по нашему предыдущему подкасту, глубоко интегрирован Соловецкий театр. Это, наверное, просто желание именно жить обычной жизнью. Потому что, на самом деле, и для театральной жизни современной, и для театральной жизни 20-го века абсолютно нормально, когда режиссер работает в двух театрах. И, в общем-то, с разной аудиторией, с разными трупами, разной постановочной частью. Да, действительно, Хлам был возможностью попробовать другие формы работы. Небольшие пьесы, небольшие спектакли. К 1926 году Таширяев нам напишет, что театр очень окреп. Стало понятно, что он останется на Соловках, что он нравится зрителям. И он смог давать ежемесячно по две премьеры. Это очень хорошие результаты даже для современных театров. А репертуар существенно отличался от Большого Соловецкого. Такое у нас сложилось впечатление, что Большой Соловецкий такой основной, главный, задающий тенденцию театра. Да, это такой Соловецкий ВДТ. Да, да, да. А Хлам, может быть, там какие-то были пьесы попроще. Да, Хлам это ещё и экспериментальный театр, и в том числе, да, пьесы попроще. Как мы уже говорили, в Хламе было уменьшить масштаб и протяжённость пьесы, то есть спектакля, и масштаб декораций, и масштаб тем. Что они делают? Популярного романса, романс популярный 20-е года очень сильно, шумит ночной Марсель. Но Хлам ещё, например, делает почти то же самое, что Большой Соловецкий театр. У Большого Соловецкого театра есть Большое Соловецкое воззрение. Это сборник, ну, вверх того, что все умеют, каждому по талантам. И такая большая ассоциирована всё происходящего. У них есть скетч большой, губернатор Зелёного острова. Был такой концерт большой, посвящённый приезду на Соловки разгрузочной комиссии. Они сделали вот этот губернатор Зелёного острова, где всё высмеяли. И там даже был в конце исполнен хором заключённых Соловецкий Ким. То есть это был тоже такой акт свободомыслия. И как обычно, как мы с тобой уже удивлялись, ничего за этим не происходит. Очень, кстати, маленький процент, когда деятели театра доказывают, именно за какие-то театральные действия обычно там как-то по-другому складывается судьба. И хлам посещали, даже не знаю, как его назвать. Местная власть. И приезжая власть тоже. То есть Большой Соловецкий театр не единственное место было. Да, ну вот интересно, кстати, да, что ты вняла эту тему. Что нам ещё говорит о том, что хлам, возможно, был, ну, условно говоря, любим, да, властью Соловецкой. Это то, что, в отличие от Большого Соловецкого театра, у них было два типа спектаклей. Это два бесплатных агитационных и два платных, ну, условно говоря, нормальных. То есть это был какой-то договор для функционирования этого театра, а может даже для его создания. Ну да, мне кажется, кстати, это очень интересная мысль. Это как-то оправдывает существование хламы. Ориентируясь на культурную политику Советского Союза того времени, там тоже существует вот так агитационный театр, агитационное искусство в 20-е годы необыкновенно развивается, и Соловки почти повторяют эту же модель. И дело в том, что сначала чистого агитационного театра нет, а это уже нагрузку кому-то надо дать, её распределили между первым Соловецким театром и театром хлам. И так, может, наверное, наш лошадь или сложить мнение, что Соловецкий заключённый только девушек ходит в театр. Вот, но как-то это всё устанавливалось. Причём, что самое интересное, когда Наталья Борисовна Кузяйкина начала изучать театр, и она нам про это всё рассказала. Но мне, например, до сих пор механически даже непонятно. Да, на Солках много заключённых, почти все имеют право ходить в театр. Но ведь это нереально, когда у тебя один театр показывают 4 раза, и есть ещё 2 других. И с учётом того, что эта аудитория не та, которая, как современный человек, ну, условно говоря, может позволить себе не ходить на работу, его просто уволят. Здесь как будто ты должен пойти на работу, не можешь пойти вместо этого в театр. Самое ведь важное, что в Соловецких театрах существует то, что о них думают заключённые и как-то осмысливают. Если бы они в них просто ходили, мы бы действительно были вправе думать, что это такая выдумка начальства, и, в общем-то, такой крепостной театр. Нет, у нас тут вполне всё нормально, и многим хлам не нравится. О нём говорят, что это такое кривляние, клоунские выходки, и, что мне особенно нравится, что это ненормальные, бодрящиеся, загнанные и голодные каэры. То есть, контрреволюционеры. То есть, да, действительно им видится, что это прям какое-то дикаденское безумие. И в то же время, например, Ширяев, хотя мы не вполне можем доверять его мнению, потому что он внутри процесса, он говорит, что это самое искреннее и откровенное сценическое выражение настроения тех сумбурных лет. И, в общем-то, скорее всего, все правы. Это действительно немножко ненормально, когда человек внутри лагеря ставит романсы о любви негра и белой девушки. Но и в то же время, если у тебя есть шанс на какое-то свободное выражение себя, в первую очередь, нужно им пользоваться. И вообще не можем никогда осуждать. И, кстати, мне кажется, существование хлама в гораздо большей мере и степени доказывает, что мы можем смотреть на лагерные театры как с точки зрения истории театра, с точки зрения социальной истории, что это часть истории лагерей. В общем, мне кажется, интересно посмотреть, что это просто мощнейший акт личной психотерапии. То есть после появления Большого Славицкого театра уже можно было создавать театры уже сколько захочешь? Да, и мало осталось свидетельств, но я понимаю, да, Славицкий лагерь, видимо, ещё как-то немножко по-другому стоит отношения между собой заключёнными. Действительно, очень странный процесс. И если хотя бы у основания первого Славицкого театра и Армановой есть какая-то легенда о том, как это происходило, то никакой легенды, связанной с хламом или своими, у нас нет. И также не сохранилось почти никаких документов, которые как-то рекламентировали их появление. И если ты читаешь исследования, нет и мемуары, то все театры возникают как грибы после дождя. Иногда у нас есть строчка там, например, у своих, о которых мы будем говорить дальше, у них есть прям конкретная дата, как у Славицкого Большого театра. Это 22 февраля 1925 года. Такая, ну, что там было? Даже театр в каком-то вольном пространстве, он организовывается через какие-то механизмы, и хотя бы нужно достать помещение, отрепетировать в этом помещении, то есть иметь время на эти репетиции, и оповестить людей, продать билеты. В лагере это все сделает гораздо сложнее. И получается, существование хлама и своих у нас вызывает одни вопросы и почти не дает никаких ответов. Ну, если ты начала говорить про театр свои, давай к ним перейдем. Да, они организованы 22 февраля 1925 года. То есть в этот день была премьера какой-то въесы? Что считается днем рождения театра? По-разному. Хлам, скорее всего, это собрание вот этих ребят, которые собрались и решили, ну, нужен театр. Вот в Одессе были хлам, и у нас будет хлам. А свои жизнь создает все равно немножко в противовес хламу, и потому что, кабы, хлам все равно чувствовался при бельве выжищем. Который знал про декадентскую культуру, про кабаре, про вертинского, про романсы. И другой половине словецких заключенных эта культура была непонятна, потому что они просто все ее не видели и не застали. И, значит, свои они организованы как бы в противовес не самому хламу, не конкретным людям, а вот этой непонятной культуре. Свой общее название воров и всех тех, кто живет по обычным и законам криминального мира, и свои стали не только названием, но и программой театра. То есть вот это понимание, что тебя поймет только свой, оно было заложено и в репертуаре театра, и в манере исполнения, и в отношении к зрителю. У своих тоже был человек-организатор, это бандит Алексей Чекмиза. Безумно интересная история. Он донской казак по своему рождению. Первомировая и гражданская отрывают его от родных мест. И он становится бандитом. Вероятно, весьма преуспевающим, потому что бандитским статусом он очень гордился. Больше всего его обижало, то, что на Соловки он попал не за бандитскую деятельность, а за то, что был социально чуждым. Советской власти, то есть были определенные списки тех людей, которые не вписывались в советскую реальность и были не нужны советской власти. Это казаки, которые не стали условными красными казаками, дворяне, священнослужители, купцы. Чекмиза просто как казак попал по этому списку и сел на Соловки именно за свое неподходящее происхождение, а не за бандитские дела. То есть он обычный казак, не поэт, не музыкант, не режиссер и тоже организовал противовес. Ну да, но все свидетельствуют о нем, что он отличался чуткостью, стремлением к культуре, внутренним интеллектом и образованием. У Чекмиза был соратник Владимир Бедрут. У него еще более интересная судьба, он взломщик. Но для того, как стать взломщиком, он был сыном московского врача и окончил одну из лучших частных гимназий Москвы. У него была идея, что он вор джентльмен. О, прям как Люпен. Арсен Люпен, да. Это, кстати, его такой личный образец для подражания. И вот ему было очень интересно, что вот, он такой мальчик из рафинированной московской семьи попадет в воровскую среду. Еще их одним соратником был Иван Панин. Он был карманником такой высшей касты. И, значит, он сочинял песенки и куплеты. И он был, наверное, единственным, кто регулярно настолько нецензированно выражался со сцены. И поэтому он регулярно после спектакля оказывался в карцере. Но, судя по частотности, ему прикольно было от этого. Они второем это организовали. Свои тоже занимаются тем, что станет на сценированной песней. И это, кстати, вот мы в первом подкасте говорили о том, что истоки лагерного театра в том числе в каторжном театре, то есть такой народно-губочный театр. И вот свои они как бы наследуют вот этому каторжному театру, который описывал Достоевский. И еще их главным художественным достижением называю вот хор из 150 человек, которые исполняют русские народные и тюремные песни, как современные, так и каторжные. После каждого выступления хора все равно выпускали Ивана Павина, который пел скромезные песни в том числе и, в общем-то, всех веселил. И особенно, например, у нескольких исследований есть, что комсостав Соловецкого особого полка он любил такой вид развлечения. Значит, сначала они слушали концерт классической музыки, где было сложно, тяжело, а потом требовали выпустить Ивана Павина, и он спел свои песни. И, видимо, как бы на диссонансе чувств им было интересно это. И свои это что-то на грани профессионального театра и художественных деятельностей. Что говорит о них в пользу профессионального театра? Они постоянно следовали своей идее, то, что у них есть арестантский кадржный мир и мир шпаны, и они вот его рефлексируют, изучают и показывают на сцене. То есть, это не просто то, что что люблю, то на сцену и тащу. Это именно, как бы, такое исследование собственного мира. В 1928 году эти театры прекратят существовать. Если Соловецкий театр большой доползет до 1930 года, то они, получается, существуют где-то, ну, 3-4 года, и из них появляется бригада Красная Блуза. Значит, там 15 человек, они одеты в униформу, и они ставят политические агитационные сценки. Это советский агитационный маленький спектакль. Ну, безусловно, как бы, вот эти 15 человек, которые остались в Красной Блузе, мы вообще не можем их никак не осуждать. Во-первых, это шанс продолжить какую-то свою театральную деятельность, потому что, на самом деле, чувствуется уже душок, что скоро и большой Соловецкий театр умрет, как художественная институция. Хотя, именно уже во время существования Красной Блуза там поставятся, например, знаменитые маскараты, о которых мы много говорили. Так, ну, мы всё не можем добраться до театра на острове Анзер. Понимаю, что о нём известно не очень много, но всё-таки, Поля, расскажи, что ты знаешь. Да, существует ещё анзерский театрик на острове Анзер. Анзер — это отдалённое от большого острова пространство. Тем не менее, там тоже был театр. Об этом анзерском театрике тоже есть воспоминания, и они одни из самых нежных в Соловецком мемористике. Все вспоминают, что там была керосиновая лапа, был небольшой зал, там показывали пьесы Чехова, например, вспоминается о том, что там было поставлено на свадьбу Чехова, играли романсы и даже модный фокстрот. Это был камерный театр с таким разнобойным репертуаром, где был оркестр, куда собирались люди. То, что можно проведить аналогию с сегодняшним днём, это какой-нибудь театр в маленьком провинциальном городе, где артисты знают зрителей, а зрители-артисты. Но, тем не менее, там случались и важные для театральной истории вещи, например, Анзер, это последнее пристанище, последнее место работы для Лесь Курбаса. Лесь Курбас вообще режиссёр из Украины, и, в общем-то, у нас вот есть сейчас украинский современный театр, его создал Лесь Курбас, без него бы ничего не было, он обратился к украинской театральной традиции, он учился у Мерхольда, он принёс принципы модернизма и авангарда в театр, и, в общем-то, он великий просто как режиссёр, и велик ещё тем, что создал Национальный театр Украин, и он туда попадает в 37-м году, ставит Скупный Рицарь, это одна из частей маленьких трагедий Пушкина, к сожалению, о нём очень мало информации, как он его поставил, и уже осенью 37-го года Лесь Курбас будет убит, и у него есть символическая могила в урочище Сентраму. А, то есть, ты говоришь, что он в 37-м ставит спектакль, получается, что анзорский театрик, он такой театр-долгожитель, то есть, он дольше всех продержался. Да. Да, это, наверное, единственный театр, который живёт дольше всех, потому что даже первый Соловецкий театр закрывается в 30-е годы. А почему закрываются театры на Соловках? Почему исчезает театр? Меняется сама парадигма, в котором он существует. В декабре 29-го года управление услов перерождается с теми службами в Кеми, и Соловецкая труппа именно на Соловецком острове перестаёт существовать, её тоже перевозят в Кеми, и она становится центральным театром Услон. Но часть труппы остаётся на самих Соловках, и соловчане пытаются восстановить театральную деятельность. Сначала у них появляются вновь самодеятельные спектакли и агитбригады, и само отношение артистов к театру меняется. Например, Французик Ольхнович, который сидит на Соловках в 29-м году, вот он пишет, что актёры пели, смеялись сквозь слёзы, сказывалось бессильное отчаяние невольника, которому Барин приказал выселить себя. То есть, если зритель так чувствует, скорее всего, так и было. В 30-е годы Соловки с его статуса самого главного, самого важного лагеря СССР теснят карельские и мурманские лагеря, которые уже входят в систему ГУЛАГ. Значит, что у нас ещё в 30-е годы происходит? У нас разорён музей, уничтожено собрание икон, разобрали местную железную дорогу, горит Преображенский собор. Ну, то есть, вы понимаете, Соловецкий мир разваливается, это всё-таки отдельное государство государство было, своя железная дорога есть, вот они её разобрали, это превращение в тупиковость. И Соловки становятся лишь маленьким лагерем. В 35-м году Кранцевич Николай, который сидит на становках, пишет домой, в Таганрог, он сходил в театр на посылку Ревизора, и он говорит, ушёл уже зачарованный, потому что видел эту комедию в гораздо лучшей постановке несколько раз. Скорее всего, то, что остановка театра, музыка и движение напоминают мне более хорошие времена, и поэтому я чувствую какую-то неудовлетворённость, а в общем-то хандру и тоскуя вас беспредельно. И смотрите, какой-нибудь интересный переворот. Лихачёв пишет о том, что театр помогает ему сохранить эту жизнь, и он там идёт и держёт это воспоминание, а Кранцевич уже театр разодражает, потому что он напоминает ему в месте заключения о вольной жизни. После 37-го года театральная жизнь самих соловков острова она совсем теряется, но тем не менее какое-то подобие жизни продолжается, например, в Соловках в 37-м году есть профессор Зеров, который переводит Энеиду Вергилия на украинский, флоренский, читает лекции о трагедиях Россина, а режиссёром Соловецкого театра становится украинский режиссёр Лиз Курбас. Значит, получается, вроде бы, если бы было всё по обстановке так, как в 23-м году, случился бы Соловецкий Ренессанс, но ничего не случилось. Курбас, в общем-то, мог заняться творчеством, сделать ещё несколько прорывов, но его буквально душат бытовые обстоятельства. Например, у него резко стало не хватать женщин, и ему приходится наряжать мужчин для своих спектаклей. Поэтому любая женщина в спектакле Курбаса, она срывает просто всё, что можно было сорвать в плане любви зрителей. Например, для жилийбы Фигарова находит Ирину Васильеву, и она играет Сюзанну очень так лукаво, энергично и совсем неожеманно. Это очень интересная тракторовка Сюзанны, достаточно новая, потому что пьеса Бомарше она ставится довольно давно, и как-то все привыкли к тому, что Сюзанну немножко жеманно изображает, а тут было не так. Но, тем не менее, Ирину Васильеву вообще не хочется играть в Соловецком театре как раз по тем причинам, которые были выше. И, кажется, это выступление перед тюремщиками, и она говорит, что театр это совсем не пространство свободы, что это как бы какое-то вдвоение личности, если вы так думаете. Вот если у Курбаса получилось уговорить Енушеву Фигаро, то больше ничего не поучнилось. Но, тем не менее, каким-то образом Курбас поставил Ученика Дьявола шоу, очень такая интересная пояса, там как раз про историю, когда ты без вины виноват, на тебя все равно в конце казнят. В 1939 году лагеря на острове больше нет. А Большой театр Соловецкий, который в Кимии, он как бы там ставится в пьес, он достаточно... Да, там в Кимии что-то происходит, потом это все еще больше раздробится, и будет экспедиция театральной анатомии в Мурманской области, и будет театр в Медвежегорске, где тоже совершится ряд событий, ряд спектаклей. Окончательно театр на Соловецких островах перестал существовать в 1939 году вместе с лагерем. В 1939 году вместо лагера военно-морская база, потом там будут юнги, до 1960-х годов никто не сможет попасть на Соловки. 1960-х это музей-заповедник, и там возможны редкие поездки кого-то. 1991-го года это одновременно и музей-заповедник, и монастырь, но, однако, о существовании лагерного театра, и о судьбах людей, которые работали там, на самих Соловках сейчас мало говорится, и, по-моему, там есть только один стенд, где об этом можно узнать, и в экскурсиях об этом тоже почти не говорится. Вот, хотя на Соловках много точек, где можно хотя бы поставить таблички об этом. Да, например, на здании трапезной мы с тобой ничего не нашли о упоминании театра Соловецкого. И формы лагерного театра, они продолжатся и расползутся по всей стране. Лагерный театр появится на строительстве Беломорбол-Флийского канала, Итоломской ГЭС, в Магадане, Ухте, Нарильске, Магнитогорске, почти в каждом уголке страны, потому что в каждом уголке страны был свой лагерь. И феномен лагерного театра в Советской России продолжится, пока не прекратится само существование ГУЛАГа. И это, наверное, самое длительное существование именно лагерного театра в мировой истории. Соловецкий театр самый изученный период в истории лагерного театра. По крайней мере, о нём написана целая книга, что немало. И в конце этой книги Наталья Борисовна Кузякина сделает неуточнительный вывод о том, что в условиях заключения ты никогда не создашь ничего нового, не сделаешь никакого прорыва. И она как бы говорит о том, что вот эта лагерная история это такая очень странная точка в истории русского театра. Но, тем не менее, она сама же себе противоречит хотя бы всей своей книгой, потому что открытие было сделано немало и в Соловецком театре, и в Магаданском театре, потом впоследствии, и в любом другом лагерном театре. Но вся проблема в том, что если бы все люди, которые творили в лагерях-театрах, остались на воле и творили в обычных государственных или частых театрах, они бы сделали гораздо больше. Знаете, есть такая придумка о том, что в период тоталитарный художники творят лучше, потому что им надо изворачивать на сказание. Обычно люди любят это говорить, когда звучат советское кино. Вот там вот есть намёк. Но мы же понимаем, что это какое-то очень странное предложение романтического мифа о том, что художник должен быть голодным, холодным и избитым для того, чтобы сотворить что-то. Нет, сытый, свободный художник в свободном театре сотворит больше, сотворит лучше. Ну, даже, может быть, не лучше, а хотя бы банально больше. И это тоже важно для развития театра, для разнообразия. в свободе завершается гораздо больше. И, наверное, единственный большой вывод на своё собственное будущее, которое мы можем сделать из истории Соловецкого театра. Мы вот в предыдущем подкасте говорили о том, что не стоит заблуждаться, что существование театра как-то делало лагерный режим мягче. Там всё было, что мы знаем о лагере. И даже, может быть, гораздо страшнее было то, что мы можем себе представить. Ну, вот у меня есть какое-то тёплое чувство ко всем этим театрам, потому что они действительно были, и они так помогали людям. И когда ты читаешь эти мемуары о том, насколько они были важны, какие они эмоции дарили, как они помогали сохранить вот этого человека внутри себя, и это такая радость, что был этот театр, не потому что нам радостно того, что был какой-то крепостной театр в огромной тюрьме и в нежелательских условиях, а от того, что людям легче просто было. И мне кажется, вот это чувство, которое дарили эти театры, это, в общем-то, самое главное и самый главный вывод. Полина, спасибо тебе большое. Мы с тобой продолжим разговор о лагерных театрах в наших следующих выпусках. Друзья, спасибо, что вы слушали этот выпуск. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, оставляйте отзывы и комментарии. Всем пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»